Учение Господа Капилы Международного Общества Сознания Кришны Издательство Бхактивиданта Буктраст Слушайте продолжение шестнадцатой главы Духовное богатство чистых преданных Господь продолжал Дорогая Мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства Никогда не лишаться их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и верховное божество Они вечно наслаждаются обретенными богатствами Комментарий Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады В Бхагавадгите сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью Может достичь высших планет Вселенной, в том числе и Брахмалоки Но исчерпав запас благочестивой кармы Он будет вынужден вернуться на Землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную деятельностью Таким образом, даже если человек попадет на высшие планеты, где будет долго жить, предаваясь материальным удовольствием Он не сможет оставаться там вечно Что же касается преданных, то их достижения нетленны В данном стихе Капиладева называет свою мать Шанта-Рупой Имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунтхи Эту атмосферу называют Шанта-Рупой, поскольку на Вайкунтхе царит чистая благость Без малейшей примеси страсти и невежества Того, кто достиг уровня чистого преданного служения Никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением И испытываемые им блаженство и желание служить будут постоянно расти и усиливаться Над преданными, занятыми действиями Действительностью в сознании Кришны и пребывающими в атмосфере Вайкунтхи Не властно даже время В материальном мире время все обращает в прах Но планеты Вайкунтхи не подвластны ни времени, ни полубогам Поскольку их там просто не существует Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги Без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой или ногой Но в мире Вайкунтхи нет ни времени, ни полубогов Поэтому там все вечно Там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение Но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь Поэтому в данном стихе употреблены слова «на наншаянти» Здесь объясняется также, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства Преданные, у которых нет никого дороже Верховного Господа Могут находиться с Ним в разных отношениях Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом Другие – родственником, сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения Господь вечен Поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы И, следовательно, благо, которое они приносят преданному, тоже нетленны Потребность любить заложена в каждом живом существе Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить, всегда старается найти себе выход Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что он обманет или разлюбит нас Мы будем вечно наслаждаться своими взаимоотношениями со Всевышним Субтитры создавал DimaTorzok Следует обратить внимание на то, что Капиладева говорит в этом стихе о Господе как о высшем наставнике всех живых существ Наставления, составившие Бхагавадгиту, были даны самим Верховным Господом И перед тем, как услышать их, Арджуна принял Кришну своим гуру, духовным учителем Следуя его примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду и Его доверенных слуг Ибо Кришна никогда не бывает один Кришна – это Кришна и Его имя, Его форма, Его качество, Его обитель, Его приближенные и так далее Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что Его преданные не имперсоналисты Так царя повсюду сопровождает Его свита, секретарей, военачальники, слуги и придворные Если мы примем Кришну и Его спутников своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наши знания Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру Но Бхагавадгита, поведанной самим Верховным Господом Кришной, всегда остается неизменной Пытаться трактовать по-своему Бхагавадгиту не имеет смысла, ибо она вечна Мы должны видеть в Кришне, Верховном Господе, своего лучшего друга Он никогда не обманет того, кто считает Его своим другом, и при любых обстоятельствах поддержит Его словом и делом Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка О, только бы наш мальчик не умер Между тем Кришна и в самом деле никогда не умрет И тому, кто считает Верховного Господа Кришну своим сыном, не грозит опасность потерять Его Преданные часто относятся к Божеству, как к своему сыну Этот обычай особенно распространен в Бенгалии И иногда после смерти такого преданного Божество совершает обряд поминовения – Шрадху Отношения Господа и Его преданного нерушимы Многие люди, следуя принципам, поклоняются различным полубогам Но Бхагавадгита осуждает подобную практику По-настоящему разумный человек должен поклоняться только Верховному Господу в Его разнообразных формах Таких, как Лакшмина Райна, Ситарама, Радха Кришна И он никогда не обманется в своих ожиданиях Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты Однако эти планеты вместе с правящими на них полубогами При разрушении материального мира тоже будут уничтожены Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога Достигнет планет духовного мира, не подверженных разрушительному влиянию времени Из всего сказанного выше Следует, что время невластно над преданными Для которых нет никого дороже Господа Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, продолжение чтения 16 главы Книги Его Божественной Милости Бхактиведанта Свами Прабхупады Учение Господа Капилы Сына Довахути Слушайте в нашей следующей передаче